Добрый день, коллеги! Как меня слышно? Отметьте, пожалуйста, плюсиками, если слышите меня хорошо. Прекрасно. Так, сейчас я немножко попробую подстроить. Да, вроде бы получше. У нас сегодня с вами второй вебинар. У кого-то может быть первый, потому что наши вебинары предназначены для разных категорий потребителей нашей ЭБС. Сегодня наш вебинар для преподавателей. Наверное, библиотекарям тоже будет интересно послушать, поэтому мы не будем ограничиваться так уж конкретно. Тем не менее, сегодня преподавательский вебинар, и на нем мы рассмотрим те опции, которые есть в нашей ЭБС, и вообще те сервисы, которые есть в ЭБС и вокруг нее для преподавателей. Для тех, кто видит меня в первый раз, давайте познакомимся. Меня зовут Калиников Павел Юрьевич. Я представляю компанию Директ Медиа, чей бренд университетской библиотеки онлайн и является, собственно, поводом для того, чтобы провести наш весенний цикл вебинаров. Напоминаю, что материалы сегодняшнего вебинара, а именно презентацию, вы можете свободно скачать в окне «Общедоступные ресурсы». Для тех, у кого не включены, справа нет колоночки «Общедоступные ресурсы», давайте я покажу, как ее включить. Наверху, среди инструментов вашего вебинара, в вебинарной комнате нашей, есть вот такая вот кнопочка, изображающая открытую папочку. Вот если нажимать на эту кнопочку, то будет последовательно появляться или пропадать окно «Общедоступные ресурсы». В этом окне в настоящий момент находится презентация, которую можно скачать, нажав на изображение дискетки. И еще несколько ссылок, которые мы будем употреблять в процессе нашего вебинара. Я буду на них ссылаться, и тогда их можно будет открыть. А сейчас мы возвращаемся к нашей презентации. Ну что ж, коллеги, давайте начнем. Речь сегодня пойдет прежде всего об нашем основном продукте – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ее изображение, ее главной страницы, вы сейчас видите на этом слайде. Но не только о ней, а и сопутствующих сервисах, сопутствующих возможностях для преподавателя что-то получить от бренда «Университетская библиотека онлайн». Ну, прежде всего, это наша система дистанционного обучения, некоторые открытые контентные проекты. Ну и я расскажу вам позже обо всем об этом. Кроме того, напоминаю, что по вопросу электронного обучения и нашей системы дистанционного обучения у нас будет отдельный вебинар, который состоится в конце этой недели, 4 марта. Начнем с электронной библиотечной системы. Ну вот краткие цифры, которые описывает нашу библиотечную систему «Университетская библиотека онлайн». Не буду долго задерживаться на маркетинговых вопросах. Вот просто такие габаритные параметры. Это более 450 вузов-подписчиков, более 25% рынка ЭБС у нас, более 400 издательств представлены в нашей ЭБС, потенциальная аудитория почти 2 миллиона учащихся, ну и так далее. У нас есть такой принцип, который является не только нашим слоганом, но и действительно таким принципом, который мы придерживаемся. Это то, что «Университетская библиотека онлайн» больше, чем ЭБС. Больше, чем ЭБС, потому что тот круг задач, который мы перед собой ставим, не исчерпывается электронной библиотечной системой, а содержит более широкий круг вопросов, ответы на которые интересны в УЗе. Ну, во-первых, мы агрегируем не только книги, у нас есть различные формы электронного контента, такие как мультимедиа-контент, например, тренажеры, электронные тренажеры, аудиокниги и так далее. Мы активно занимаемся электронным обучением. Мы агрегируемся с программным обеспечением, которое позволяет детектировать плагиат. У нас есть открытые контентные проекты, в том числе для использования в УЗе. Ну, у нас есть еще проекты «Печать по требованию», и мы активно занимаемся продвижением авторов в РИНС. Пару слов о нашем сайте. Осенью у нас, наконец, появился новый дизайн. Ну, вообще-то он функционирует уже с весны прошлого года, то есть почти год, но активно мы его включили как основной дизайн только осенью. Поэтому я пару слов расскажу вам об этом. Что из себя представляет главная страница? На самом верху меню перехода между разными проектами университетской библиотеки онлайн. Не только, как я говорил, не только ЭБС, но и другие проекты, электронные курсы. Это наше СДО, арт-портал, бизнес-библиотека, энциклопедиум, школьный портал, библиотека... Ага, забыл. Значит, под пунктом 2 у нас идет поиск. Ну, наверное, не зря поиск вынесен на самый верх, потому что в современной электронной библиотечной системе не столько функции поиска по разделам важны, сколько, точнее, не поиска, а нахождение литературы посредством блуждания по каталогу является основным, сколько поиск. Все-таки мы информационная система, а информационная система развивается, контентная информационная система развивается именно в направлении поиска. Поэтому поиск это для нас будем считать основное. Поиск у нас продвинутый, и обычный поиск есть, и расширенный, включая большое количество фильтров. В общем, он достаточно удобен. Третий пункт, это вот это вот... Сейчас я буду рисовать, да, потому что не все иногда видно. Вот этот вот пункт. Это, собственно, то, что делает вашу электронную библиотечную систему индивидуальной. Здесь сосредоточены кнопочки, которые позволяют вам войти в личный кабинет и работать уже с той частью электронной библиотечной системы, которая интересна конкретно вам. А пункты 4 и 5, это пункты, посвященные контенту. И это наш рубрикатор, в котором можно искать книжки уже традиционным библиотечным способом, ходя по ветвям вот этого рубрикатора. В шестой области, это вот эта вот область большая, да, сосредоточены наиболее важные функции в виде вот таких вот крупных кнопочек или плиточек, да. Здесь можно получить доступ к этим основным функциям. Седьмая область, вот эта вот, это область получения техподдержки или вообще любой поддержки. Здесь вы можете задать вопрос и получить на него ответ, ну, в зависимости от времени суток, либо в реальном времени, либо через некоторое время. Ну и рассмотрим подвал нашего сайта, тут тоже достаточно все интересно. Новости, которые я вам очень рекомендую читать, потому что там много полезных и интересных вещей мы печатаем. В том числе новости функционала, новости контента, новости корпоративные, новости связанные с вузовской средой и так далее. В подвале нашего сайта, вот здесь вот находится несколько ссылок, которые никак в верхней части сайта не отражаются, но тем не менее они достаточно специфические и полезные. Ну, во-первых, это информация о компании, информация об электронной библиотечной системе. Ну и кроме того, тут есть достаточно интересные ссылочки, такие как ссылки на издательство, ссылки на издательские и тематические коллекции и так далее. В общем, этой частью сайта тоже не надо пренебрегать. Ну, а про остальное рассказывать не буду. Это, собственно, наша связь с большим интернетом, с социальными сетями и так далее. Самое главное в функционале преподавателя, точно так же, как и в функционале любого пользователя ЭБС, это возможно чтение, конечно. Ну, давайте я тут переключусь на более большой экран, специально вытащил это изображение. Есть такие проблемы у всех, что зависло изображение и звук, или только у коллеги, которая это обозначила в чате? Я попрошу еще раз, все нормально, да? Ну, ладно, тогда продолжим. Итак, вот такая вот читалочка у нас есть. Я показал верхнюю часть ее, только снизу там еще есть пару инструментов, но они повторяют все то, что есть наверху. Ну, во-первых, давайте начнем прямо вот по циферкам, которые я проставил. Ну, циферки с одного по три управляют листанием, да? Листанием и элемент под циферкой 15 тоже им управляет, потому что иногда удобнее просто щелкнуть на... с краю книжечки, чтобы полистать, да? Ну, а первые и третьи это вперед-назад, вперед до конца, назад до конца, либо номер страницы, который вводится явным образом в область номера. Насчет четвертого номера я вам отдельно расскажу. Это очень интересный инструмент, который называется... который называется ЭБС как сервис. При помощи него вы можете взять код данной книжки и вставить его куда-то в другое место, и там откроется наша читалка с определенным количеством листов нашей книжечки. Пятый пункт предназначен для того, чтобы вы могли передать нам сообщение о какой-то ошибке, которую вы нашли. Пункт шесть. Это такая вот иконочка с изображением PDF файла. Это возможность скачать краткий кусочек в районе 10%, если не изменяет память, книжки в виде PDF файла. Пункты с 7 по 11 предназначены для масштабирования и удобного расположения страницы на экране. В частности, можно включить полноэкранный режим, ну а также тонко управлять масштабом чтения. Пункт 12. Он посвящен текстовому слою. Если книжка новая, ну вот в данном случае книжка старая, дореволюционная, здесь, конечно, этого не будет. А во всех новых книжках есть текстовый слой. Текстовый слой доступен для работы с ним, то есть его кусочек можно копировать, каким-то образом использовать. Тринадцатый пункт – это печать. И четырнадцатый пункт – это еще раз перечитать страницу. Вот, собственно, и все. Достаточно элементарно. Чтобы читать, по сути дела, нужны только вот пятнадцатый только пункт – это листание вперед-назад. Все остальное – это уже настройки над читалкой, которые позволяют сделать ее удобнее. Так, давайте мы это закроем. Вернемся к нашему слайду. Кроме самой читалки, есть еще несколько опций рядом с ней, располагающихся на одной странице, которые будут полезны для активных читателей и тем более для преподавателей, которые работают с книжкой. Это, как я уже говорил, показать, скрыть текстовый слой и сохранение кусочка этого текстового слоя в виде цитаты и комментария. У нас в нашей электронной библиотечной системе есть так называемый цитатник. Цитатник – это набор цитат вместе с их библиографическим описанием, который потом удобно использовать в каких-то ваших производных произведениях. Ну, например, таких, как статья или для студента реферат или эссе. Ну и от цитатника мы можем перейти к конструктору рефератов. Это инструмент, который показывает нам все наши цитаты вместе с описаниями и позволяет уже их использовать для того, для чего эта цитата и была сделана. Кроме того, очень удобным инструментом является… Я эти слайды потом еще раз в другом контексте повторю. Является инструментарий библиографического описания. Каждая книжка у нас имеет библиографическое описание. Вы его в явном виде можете скачать, получить и использовать в вашем списке литературы, если вам это необходимо. Вам не надо составлять библиографические описания на основе своих представлений о книге. Да, я уж не говорю о том, что, собственно, составление библиографического описания – это достаточно муторная вещь. Вот по моему опыту работы в университете печати. Я помню, что это курс общей библиографии. Это был курс, от которого плакали все студенты, потому что просто понять во всей полноте, как создавать библиографические описания – это сложная вещь. И непрофильному человеку, который не является библиографом, очень сложно подчас это сделать. Поэтому вот такая вот подсказочка, которая выверенные библиографические описания позволяет получать из системы, она достаточно важна для работы. Ну и кроме того, в большом количестве книг, не во всех книжках, но в большом количестве, в основном это касается новых книг, в качестве отдельной опции, еще не читая, даже не переходя к чтению книжки, можно в текстовом виде получить список литературы к этой книжке. Это тоже важно, потому что важно посмотреть, на какой основе создана книжка. Ну и это важно для индекса цитирования, чтобы понять связи между разными изданиями, цитатные связи. Я хочу сказать, что если вы скачаете мою презентацию, вы также сможете посмотреть ряд видеороликов, которые описывают возможности работы с тем или иным функционалом. Но сейчас мы это не будем делать, посмотрим только один видеоролик в середине нашего вебинара. Итак, вторая интересная опция, о которой я хотел бы вам рассказать, это поисковые выборки. Поисковые выборки – это тот функционал, который доступен всем ролям в электронной библиотечной системе, в том числе и преподавателям. И вот я хотел бы показать, как они выглядят с точки зрения преподавателя. Тут я немножко повторяюсь. Если есть кто-то, кто посещал первый наш вебинар, хочу сказать, что часть нашего сегодняшнего вебинара будет повторением предыдущего, небольшая часть. Просто потому, что я надеюсь, что здесь приходят новые люди, которым интересно это будет узнать. Итак, про поисковые выборки. Поисковые выборки преподавателю доступны, и это один из инструментов создания наборов книжек, удобных для преподавания или научной деятельности. Ясно, что в ЭБС хранится почти 100 тысяч книг, и преподавателю нужны не все из них, а, ну, скажем, несколько десятков из них. Причем эти несколько десятков могут располагаться в различных категориях. Книжки, учебники, для одного предмета, для другого предмета, и, может быть, по интересам научной деятельности. То есть, как минимум, несколько категорий, в которых преподавателю интересно было бы размещать отобранную литературу. Вот для отобранной литературы существует такой инструмент, как поисковые выборки. Это те книжки, которые находятся поиском, а потом сохраняются в виде отдельных категорий. Ну, для интереса покажу. Вот так вот это выглядит в интерфейсе преподавателя. Для этого вы должны зайти в личный кабинет. Помните, я показывал на самом первом слайде ту часть сайта, которая управляет личными настройками. Да, вот когда вы входите в нее, вы получаете вот такой вот набор вкладочек. И одна из этих вкладочек называется «Мои события». Вот она. В ней есть разные еще подвкладочки. Одна из подвкладочек называется «Поисковые выборки». И при нажатии на нее появляется вот такой вот списочек категорий. Вот эти категории включают отдельные книжки. Ну, если здесь присутствуют библиотекари, которые в прошлый раз не были, хочу сказать, что для библиотекаря, для корневого пользователя немножко сложнее выглядит эта иерархия. Здесь вы тоже выбираете сначала «Мои события», в ней «Поисковые выборки». А вот дальше начинаются разные варианты. Здесь можно выбрать различного пользователя. Сначала выбираем преподавателей, потом конкретного преподавателя. Вот здесь вот. И только в конце этой цепочки выбираем те книжки, которые он выбрал. А теперь, вы знаете, я промотаю несколько слайдов. Вместо этих слайдов я вам покажу видеоролик, который посвящен поисковым выборкам. Посмотрите его, пожалуйста. Сейчас мы его включим. Продолжение следует... Добрый день. Меня зовут Павел Калиников, а мы продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом университетской библиотеки онлайн. Тема нашего сегодняшнего видеоролика – «Поисковые выборки». Функционал поисковых выборок доступен всем ролям университетской библиотеки онлайн – и студентам, и преподавателям, и библиотекарям. Это один из ведущих функционалов, и мы сейчас его рассмотрим. В настоящий момент мы находимся на главной странице университетской библиотеки онлайн. И чтобы попасть в раздел поисковых выборок, выберем кнопку «Мой вуз». На появившейся страничке выберем вкладку «Мои события». И на этой вкладке выберем под вкладку «Поисковые выборки». В настоящий момент среди поисковых выборок у нас присутствуют четыре выборки. Вот они. Эти поисковые выборки были сформированы ранее в процессе поиска. А теперь я покажу, как сформировать новую поисковую выборку и поместить ее в этот раздел. На этой вкладке браузера у меня открыт расширенный поиск университетской библиотеки онлайн. Давайте что-нибудь поищем. Прежде всего я выбираю слово или словосочетание поиска. Я знаю, что я хочу найти, поэтому я выбираю слово «Скорбь». Позже вы увидите, какие книжки я пытаюсь найти. Я могу выбрать любые фильтры в расширенном поиске. В настоящий момент я выбираю фильтры по году издания. Это будет период начала 20 века. А теперь произведем поиск. Мы получили какую-то поисковую выдачу и давайте проанализируем ее. В поисковой выдаче мы находим те книжки, которые я искал. Это несколько книжек серии «Книга русской скорби». Отметим их. Как мы видим, в момент отмечания самой первой книжки появилась кнопочка «Сохранить выборку». Вот она. Это плавающая кнопочка, которая будет сопровождать нас по мере листания списка выдачи вниз. Давайте отметим еще книжки. Мы выбрали все книжки, которые нам необходимы. Теперь мы можем нажать на кнопочку «Сохранить выборку». При сохранении выборки есть несколько вариантов. Мы можем дать имя новой выборки или выбрать из тех выборок, которые существуют. В данном случае мне хочется дать выборке новое название. Я набираю его. После подтверждения поисковая выборка добавлена. Теперь переместимся в личный кабинет, чтобы убедиться, что выборка добавлена. Чтобы выборка появилась в личном кабинете, необходимо перегрузить страничку. Теперь мы видим, что в поисковых выборках появилась выборка под названием «Книга русской скорби». Нажимаем на нее. Появляется список из шести книг. Любую из этих книжек мы можем открыть и почитать. При необходимости мы можем отредактировать название. Удалить его. Или скачать список в виде Excel файла. Давайте я удалю выборку, чтобы привести систему в то состояние, в котором она находилась до записи ролика. Вот и все, что вам надо знать о поисковых выборках. Это простой и удобный механизм для сохранения сведений об интересующих вас книжках в ваш личный кабинет. Спасибо за внимание. Встретимся в новых роликах. Коллеги, ну вот мы посмотрели с вами ролик про поисковые выборки. Это, наверное, все, что надо сказать по этому поводу. А теперь продолжим. Да, ну давайте я лучше потом расскажу про наш видеопортал, на котором хранятся наши вот эти вот видеоролики. У нас будет раздел, посвященный порталу. Вот там мы поговорим. Сейчас большая часть презентации посвящена такой теме, как вопросы с ринцем. Которые особенно интересуют преподавателей. И в настоящее время очень много вокруг этого в вузах существует установок и ограничений. И так далее. То есть преподаватель рассматривается как автор, как член научного сообщества. Наукометрические показатели которого важны для его позиции в вузе. Поэтому посмотрим, что делается у нас в электронной библиотечной системе университетская библиотека онлайн. Для того, чтобы следить за своим ринцем и по возможности его повышать. Ну, первое, что вам надо запомнить, чтобы увидеть нормально свой ринц внутри ЭБС, а этот ринц считывается системой и лайбрери. Надо попросить, либо если вы сами производите регистрацию в системе, либо если регистрация производится со стороны библиотеки, попросить, чтобы ваши фамилии и имя отчества были бы полностью или без ошибок представлены в ЭБС. Потому что иначе не пройдет правильная загрузка данных о вас из системы и лайбрери. Ну, вот мы для интереса, чтобы показать, мы ввели такого вот пользователя условного. Его на самом деле, конечно, нет у нас в системе. Ну, для того, чтобы показать такой достойный ринц, мы ввели тестового пользователя, Нобелевского лауреата Алексея Алексеевича Абрикосова. Данные взяли из Википедии, из открытых источников. И мы увидели, что когда эта фамилия была введена, и он был обозначен как преподаватель, то вот при нажатии на вот эту вот кнопочку в личном кабинете, в его условном личном кабинете, мы получаем вот эту вот информацию о ринце. Видите, большие цифры здесь, индекс Хирша большой, ринц. Ну, на самом деле, конечно, он такой, как в системе и лайбрери, а не такой, как на самом деле у Абрикосова. У него на самом деле в несколько раз больше, но это уже не проблема электронной библиотечной системы, а проблема и лайбрери, которая не в полной степени учитывает все научные ссылки. Вот таким же образом вы можете и свои параметры посмотреть. Тут все те параметры, которые есть, собственно, на сайте и лайбрери, рядом с вашей фамилией, если вы там зарегистрированы. Ну, и есть одна тонкость. Если ваша фамилия достаточно распространенная, точнее, если в лайбрери есть ваши полные тезки, то вам придется более точно настроить ваш профиль. И вот для этого есть вот эта вот кнопочка редактирования вашего спин, то есть идентификатора в e-library. Вы вводите туда свой идентификатор, и тогда появляется информация именно о вас, потому что по умолчанию появляется информация о первом пользователе с такой фамилией, именем и отчеством. Ну, и вопрос с ринцем, он, конечно, не ограничен вопросом информации о вашем индексе, а вопрос о том, а как же его увеличивать. И тут мы, в общем-то, хотим сказать, что электронная библиотечная система – это некий способ для вас, как для авторов, увеличить свой ринц. Потому что библиотека, она существует не только для читателя, хотя, конечно, это ее конечная цель, но и для автора, для удобства автора публикации своих работ. Что мы можем тут сказать? Если у вас есть какие-то крупные формы учебные, такие как учебники, учебные пособия, вы можете их опубликовать у нас в электронном виде. Да, и второе, если права на них находятся у вас лично, потому что тут, возможно, разные варианты, да. Вы можете их передать нам. При этом они будут опубликованы в электронной библиотечной системе. Круг читателей резко возрастет сразу. Когда существуют читатели, возникают и ссылки, да. То есть, чем больше читателей, тем больше ссылок. И, соответственно, да, информация о вашем издании периодически, ну, не только о вашем издании, об изданиях в нашей библиотеке, передается в ринз периодически. Таким образом, вот весь круг цитирования, он замыкается, и ваш ринз повышается, потому что просто активнее, вот этот вот цитатный метаболизм, он становится активнее, и большее количество людей узнает о вашей книжке. Ну, да, и вот такой вот принцип окружить преподавателя услугами со всех сторон. С одной стороны, предоставить нужные книжки, чтобы можно было их читать. С другой стороны, предоставить целевую аудиторию и удобную платформу для ваших публикаций. Помочь осваивать новые форматы, такие, как электронные курсы, электронное обучение, ну, и, наконец, помочь в продвижении индекса ринз. Ну, да, ну, вот на этих последующих слайдах примерно то, о чем я вам говорил. Почему это удобно делать именно в ЭБС? ЭБС, потому что ЭБС дает вам большое количество читателей, которые в прогрессивной форме это все читают, могут поиском найти то, что им надо, а, следовательно, вероятность цитирования многократно возрастает. Ну, и вот тут такая маленькая схемка по поводу того, как это происходит. Да, вот, как живет текст внутри ЭБС. Сначала он возникает, потом его читают, потом его цитируют, и снова возникает текст, цитаты, и снова, 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 да. То есть ЭБС – это хорошая среда для того, чтобы для вот этой вот возгонки цитат. Да, ну, наверное, я это уже все сказал. Давайте. Да, и вот теперь к тем же самым слайдам я хочу еще раз вернуться уже в разрезе цитирования. Да, в разрезе цитирования особенно интересны становятся функции получить от книжки правильное библиографическое описание. То есть те, кто захотят цитировать вашу книжку, могут легко это сделать, технологически легко это сделать, получить ссылочку, да. Ну, и также вот тот самый пункт со списком литературы, который тоже позволяет увеличить вот эту вот скорость цитатный метаболизм, да. Когда список литературы получить настолько просто, что даже не надо заходить во внутрь книжки, все эти вещи, они облегчают оборот цитат. Ну, и есть у нас дополнительные возможности. Это возможность в своем профиле добавлять базовые учебники для своих студентов. Ну, и вот это как примерно выглядит. Еще один момент, связанный, конечно, больше с библиотеками, чем с вами, с преподавателями, но и преподавателям тоже интересный, потому что, как правило, вот этот вот термин книгообеспеченность – это головная боль как библиотек, так и кафедр, да. То есть обычный путь обеспечения дисциплины учебной литературы состоит в том, что преподаватель или там, допустим, заведующий кафедрой совместно с библиотекарем создают какой-то список, утрясают его, потому что не все из этого возможно приобрести. Бывают, да, вот несколько итераций и достаточно мучительный процесс как для кафедры, так и для библиотеки. Мы предлагаем свой путь. Мы предлагаем путь полуавтоматизированного заполнения книгообеспеченности по дисциплине. И этот путь, он таков, да, этот путь двойной. Доступ к функционалу книгообеспеченности имеет как роль библиотекаря, так и роль преподавателя. Состоит этот путь в следующем, то, что есть два автоматических инструмента настройки книгообеспеченности. Это первый путь, это наши библиографы, практически весь новый наш фонд учебный помечают определенными кодами АКСО, которые позволяют книжке располагаться уже примерно в том месте и на той дисциплине в сервисе книгообеспеченности, где она, скорее всего, окажется после того, как вы ее отберете. И второй путь, это путь использования коллективного разума, когда, условно говоря, вузы помогают друг другу в книгообеспеченности. Ну, что значит помогают? Это не значит, что они связываются друг с другом. Это значит, что внутри нашей ЭБС вот те 450 вузов, о которых я говорил, каждый из них так или иначе работает с книгообеспеченностью. И вот информация о том, какая книга поставлена в книгообеспеченность, она сохраняется в общем коллективном интеллектуальном пространстве. Я вам сейчас покажу, как это примерно выглядит. Ну, вот здесь я показываю, как дойти до сервиса книгообеспеченности. Это вкладочка в личном кабинете, которая называется «Мой ВУЗ». И в ней есть меню книгообеспеченности. А вот как выглядит уже в открытом виде это все. Вот это вот, честно говоря, не буду вам объяснять, это достаточно долго. А вот как выглядит рекомендательный сервис книгообеспеченности. Когда вы открываете одну из групп направлений подготовки и специальностей, ну, в данном случае, вот машиностроение, вы видите, что некоторые книжки, там уже проставлены некоторые книжки, и некоторые из них помечены вот таким вот зелененьким цветом и вот этой вот циферкой, в данном случае 4, да. Это означает, что 4 ВУЗа эту книжку поместили в книгообеспеченность, конкретно в это самое место. Вот. Это очень удобно, и это может использоваться как начальный этап книгообеспеченности, который вы можете уже потом точечно дополнить теми книжками, которые необходимы. Подробнее про книгообеспеченность можно посмотреть запись вебинара. Это сервис, который занимает, объяснение которого занимает больше времени, чем сегодня можно на это потратить. Запись вебинара вот вы видите в общедоступных ресурсах. Давайте я сейчас еще дам в в чате. ссылочку. А можете посмотреть на досуге вот этот вот запись вот этого вебинара. Ну что ж, а мы с вами идем дальше. Дальше мы хотим, я хочу с вами поговорить об информационных каналах, куда вы можете обращаться в случае затруднения или когда вам надо о чем-то узнать. у нас есть несколько каналов, которые вы можете использовать. Вот краткий список из них. Первый, значит, канал это наш учебный канал на YouTube. Вот ролик с этого канала я вам уже сейчас показывал. А сейчас давайте я вам дам ссылочку на него и призываю вас на него подписаться, потому что это достаточно полезный ресурс, где располагаются учебные ролики, наше выступление на различных конференциях, записи вебинаров и так далее. То есть я думаю, что на 70% всех ваших вопросов относительно функционирования ЭБС вы сможете получить вопрос вот собственно не выходя никуда, просто вот посмотрев какой-нибудь ролик и какой-нибудь вебинар. Чуть подробнее про наш видеоканал. Вот так он выглядит на YouTube. Там около 200 подписчиков у него пока немного, но мы надеемся, что будет больше с вашим участием, потому что это один из наших главных каналов передачи информации вам. На нем есть вот такие плейлисты, функционал ЭБС, записи вебинаров, записи с конференций, семинаров, выступлений. Отдельный плейлист посвящен нашим курсам, таким как профессиональная разработка учебного контента, учебным видеороликам, практикам автора учебного контента. Вот такой примерно у нас набор плейлистов. Следующий момент это собственно вебинары. Вот вы сейчас участвуете в такой форме взаимодействия. Вебинары у нас бывают двух типов, условно говоря двух типов. Примерно раз в сезон у нас цикл вебинаров, 5-6 вебинаров, которые мы проводим для всех вузов. И плюс каждый вуз может заказать бесплатно у нас вебинар на интересующую тему, и мы с удовольствием для него этот вебинар проведем. Про удобство вебинаров не буду говорить, это никуда выезжать не надо, информация приходит прямо к вам, прямо на ваше рабочее место, не выходя с которого вы можете это все получить. следующий уровень контактов это техподдержка. Помните, я вам на самом первом слайде показывал, что есть вкладочка, на которую можно нажать на любой страничке нашего сайта и получить форму техподдержки, в которую можно написать свой вопрос и достаточно быстро получить на него ответ. Ну, также техподдержку можно вызвать вот по этому простому адресу help.directmedia.ru Ну, и наконец можно просто позвонить по бесплатному номеру вот этому 8800. Ну, кроме ночи, конечно, у нас не 24-часовая поддержка, но достаточно долгая 12-часовая, скажем так. В дневное время можно позвонить, по этому адресу и получить информацию необходимую. Ну, и последний уровень обороны это персональный менеджер вашего вуза, с которым можно решать все неформальные проблемы, которые у вас возникли, которые не удалось решить каким-то иным способом. В этом месте обычно у меня идет пункт, связанный с электронным обучением, но хочу напомнить, что у нас будет особый вебинар, посвященный этой теме, и я предлагаю вам на него записаться, он будет тоже интересен. Этот вебинар будет проходить 4 марта. Вы можете просто перейти по вот этой вот ссылке, но в вебинарах ссылки не кликабельны, к сожалению, да, если вы скачаете эту презентацию, то по этой ссылочке сможете перейти, а также я вас призываю, кому интересно, на другие наши вебинары подписаться и напоминаю вам адрес, по которому это можно сделать. Так, я прошу прощения, вот эта ссылочка, которая называется вебинары, сейчас я ее скопирую в чат, по ней можно записаться на все остальные вебинары, которые будут у нас проходить, это еще три вебинара. Ну и здесь я скажу буквально два слова по поводу электронного обучения для преподавателей, да, у нас есть возможность работать с преподавателями на своей площадке, чтобы они создавали свои контентные ресурсы, мы их будем консультировать, мы их будем обучать, причем обучение у нас достаточно многогранное, есть бесплатный вводный курс, который можно пройти по нашей системе дистанционного обучения, а есть курсы платные уже по работе с преподавателей, более тонкой работе преподавателей с контентом, если преподаватели хотят пройти, стать уже профессионалами в разработке электронного учебного контента для электронного обучения. Более подробно я об этом расскажу на следующем вебинаре, да, ну и это тоже, наверное, адресуем туда, а здесь я просто хотел бы рассказать, дать ссылочку на курс, который описан, еще раз дать ее, эту ссылочку в чате, посмотрите, возможно, вас этот курс заинтересует. Причем этот курс может проводиться в двух видах, как в виде для частных лиц, так и для юридических, все возможно, я этот курс очень вам рекомендую. Ну и теперь давайте в конце нашей презентации поговорим об открытых или относительно открытых ресурсах университетской библиотеки онлайн, которые у нас присутствуют в сети. Это два проекта, которые называются Art Portal с проектом внутри проекта, который называется Артотека, сейчас я об этом вам расскажу, и проект Энциклопедиум, который посвящен свободному доступу к энциклопедическим ресурсам. А первый проект Art Portal он посвящен иллюстративной базе, построенной на ну он посвящен искусству вообще говоря, да, ну в нем достаточно обширная иллюстративная база, которые можно использовать, да, вот собственно ссылочки, они тоже приведены в разделе общедоступные ресурсы, их можно использовать и уже сейчас это рабочие проекты, которые можно по этим ссылочкам найти. Что у нас есть на Art Portal? это 64 тысячи изображений, более чем 5 тысяч авторов из более чем трех тысяч музеев. Изображения представлены в хорошем качестве, по крайней мере, многие из них в очень хорошем качестве. Доступ к ним свободный, к этим изображениям, кроме изображений высокого качества. К изображениям высокого качества доступ через подписку, подписка осуществляется для проекта, который называется Artoteka. Сейчас мы о нем тоже поговорим. Пока собственно об Art Portal. Ну вот я не буду называть здесь многие десятки жанров и стилей и направлений, которые в Art Portal существуют и которые поддерживаются еще и в виде фильтров при поиске изображений. Да, но хочется сказать здесь, здесь я вкратце рассказываю про Art Portal. Разумеется, в Art Portal есть удобный поиск, по которому можно найти нужное изображение по названию его, по автору, по музею, по направлению, по стилю, по жанру и так далее. То есть очень удобно с ними оперировать. И кроме того, внутри нашего Art Portal есть подпроект, который называется Artoteka. Это такие вот выборки изображений, выборки от нескольких десятков до нескольких сотен, ну почти до тысячи изображений, которые представляются в виде таких вот тематических страниц, тематических интерактивных и мультимедийных страниц. Пример такой странички вот я вам хочу привести. Где же он у меня? Тут да, вот под названием Artoteka есть одна из таких страничек, доступная бесплатно. Ну вот можете с ней познакомиться. Это страничка образ Иисуса Христа в европейском искусстве, достаточно интересная. Странички, как я уже сказал, мультимедийные, на них много изображений, доступ к которым возможен в том числе интерактивно при помощи вот такого аппарата оси времени, на который проставлены все эти изображения. Каждое изображение кликабельно, то есть вот сюда можно нажать и перейти на арт-портал и познакомиться с высококачественным вариантом этого изображения. Вот, ну, плюс различные описания, структурирование, иногда видеофильмы, ссылки на книжки, которые можно приобрести. В общем, такой достаточно интересный отдельный проект, который мы сейчас ведем и на который я предлагаю вам подписаться. Это очень достаточно дешевая опция, но позволит вам в год около 40 новых проектов видеть вот подобных у себя. ну и последнее, о чем я хотел бы рассказать, последний контентный ресурс. Да, ну я совсем забыл сказать, почему эти проекты мы вам предлагаем, как проекты нужные вам. Ну, наверное, потому что вот эти открытые ресурсы позволяют подобрать некий дополнительный материал к работам ваших студентов, а может быть и к вашим работам, да, которые им может понадобиться. Ну, если первый проект ArtPortal, он позволяет подобрать иллюстративную базу некоторую, то Encyclopedia позволяет подобрать базу энциклопедическую. В Encyclopedia да, вот ее адрес, вот адрес этого проекта перед названием нашей электронной библиотечной системы надо дописать всего три буквы N, да, в Encyclopedia представлено так, ну, с габаритами чуть попозже, да, характеристики Encyclopedia это полностью открытый проект, никакой монетизации в нем нет, им просто можно пользоваться. Очень простой доступ, в нем представлены энциклопедия, справочники и словари из нашей ЭБС, но уже в совершенно открытом виде. Это хороший дополнительный материал для обучения, потому что студенты, конечно, должны уметь пользоваться не только учебниками, но и другой литературой, в том числе и прежде всего различными энциклопедическими источниками. В энциклопедиуме в этом проекте более тысячи различных энциклопедических справочных и словарных изданий, порядка полутора миллионов словарных статей. Ну, с Википедией не будем здесь сравнивать, это совершенно различные направления, все-таки у нас агрегируются печатные все печатные энциклопедии, то есть с одной стороны мы, конечно, уступаем Википедии в оперативности, с другой стороны, наверное, превосходим в достоверности, вот мы не конкурирующие, абсолютно не конкурирующие проекты, просто у нас представлены именно печатные энциклопедии, в этом наше преимущество. Простая трехуровневая навигация от тетрад, алфавитных тетрад к названиям статей и далее к самой статьи, достаточно простая. Релевантный поиск по сайту, использование сниппетов в поиске, это кусочков текста, внутри которых располагается поисковое словосочетание. Формат изданий как текстовый, может быть, так и PDF. Ну, а для PDF создана вот такая простая, еще более простая, чем у нас в ЭБС читалочка с возможностью тоже просмотра текстового слоя, если он существует. Вот, собственно, и все. Вот мы ровно в час уложились. Такие вот различные есть варианты для преподавателей для использования нашей электронной библиотечной системы. напоминаю, что еще один вебинар, который будет интересен преподавателям, состоится 4 числа, и будет он посвящен вопросам электронного обучения в нашей системе дистанционного обучения. Читаю вопросы. Если возможно, расскажите побольше о монографии и авторефератах. Формируется ли такая база, как правильно искать. Публикуются у нас, да, монографии и авторефераты. Можно искать, используя фильтр соответствующий, можно искать их в соответствующем разделе нашей ЭБС. В общем, они нормально у нас существуют. Интегрированы ли данные о цитировании авторов и документов Баскопа возможно, но слово не даю. Спасибо за комплименты библиотекарям. Я, честно говоря, не помню, когда я эти комплименты сделал, но в любом случае присоединяюсь, потому что я преклоняюсь перед этой специальностью библиотекаря. Столько тут связано информационного и гуманитарного знания в одной голове. Ну что ж, коллеги, спасибо. Я надеюсь, я был полезен. Я не сказал вводных слов, да, но наверное, забыл, надо было, да, вот скажу сейчас, то, что преподаватели, вот мы с библиотекарями, как правило, хорошо контактируем, можем напрямую, а вот с преподавателями мы контактируем в основном в формате вот наших вебинаров. А преподаватели нам очень нужны, потому что это связующее звено между студентами и нашей библиотекой. Если преподаватель не в ЭБС, значит и ЭБС не востребован. Поэтому мы очень хотим, чтобы, хотим с вами дружить и хотим, чтобы вы активно использовали нашу электронную библиотечную систему. Ну что ж, коллеги, я благодарю всех, кто присутствовал. Сегодня мы опять дошли до предела нашей комнаты. 100 человек у нас присутствовало. Наверное, даже больше хотело посетить. Запись нашего вебинара будет доступна через пару дней на нашем учебном канале. До свидания. До 4 числа. Я еще на 5 минут остаюсь в честь.